Спорт, творчество, учеба, общение с друзьями. В жизни современного школьника существует масса занятий, которые делают будни ребенка насыщенными и интересными. И чтобы всему этому не мешали вредные привычки, которые уничтожают организм, в Ленинском районе регулярно проходят антинаркотические мероприятия. Одно из них состоялось в досуговом центре «Мечта» поселка Измайлова. Мы, конечно, хотим ребят предупредить, которые еще учатся в школе, чтобы они никогда не подходили к этому наркотику никогда в жизни. По последним данным, самые подвержены к употреблению наркотиков возраст 15-17 лет. Но участились случаи, когда дети 11-13 лет впервые знакомятся с этой чумой. Однако в 2017 году отмечено резкое уменьшение наркоманов. Наркотики я сам никогда не употреблял и не буду употреблять. Очень пагубная вещь. И такие видеоуроки будут предотвращать употребление всех наркотических веществ. Но не только синтетические и растительные дурманящие средства можно отнести к наркотической зависимости. Это и алкоголизм, и игромания. Все они отнимают драгоценное время, здоровье и уменьшают перспективы светлого будущего. Об этом повествовал и фильм, который ребята увидели в этот день. Которые начинают подсаживаться на эти наркотики, они очень быстро, 3 года, 2-3, максимум 5 лет. И их уже все, нету. Организм полностью разрушается. Поэтому надо быть очень аккуратным и внимательным. Как бы кто бы нам не предлагал такие вещи, мы должны сказать нет абсолютно. И даже помогаясь, конечно, своей стороной, тем, кто видит, кто попал. Восьмиклассница Елизавета Белякова – одна из тех, кто сказал наркотикам «нет». В жизни девочки есть множество интересных занятий, которые не дают возможности задуматься о пагубных привычках. Однако такие мероприятия школьница посещает с удовольствием, чтобы лишний раз напомнить себе о том, к чему может привести, пусть даже случайная шалость. Мы рассказали кратко, все было очень понятно. Я думаю, многие над этим задумались. И никто не будет пробовать ничего плохого в своей жизни. А для того, чтобы выйдя из этого зала, у ребят в памяти закрепилась важная информация. Школьникам были розданы листовки о современных видах наркотиков, которые сейчас популярны у сбытчиков. Ведь известно – предупрежден, значит вооружен. Юлия Погосян, Алексей Рудник, Ольга Садовская, Видное ТВ.